Ну скажи что-нибудь! Войцек, что-нибудь! Он боится. Боится не просто говорить, жить. Войцек маленький, съежившийся от нищеты и издевательств человек. Армейский цирюльник, зарезавший из ревности свою возлюбленную и казненный за это. Реальная история произошла в Германии 200 лет назад. Наделала много шума во всей Европе. Люди спорили, стоило ли казнить невменяемого человека. Вскоре молодой драматург и ученый Георг Бюхнер написал пьесу. Причем настолько сильную, что ее уже два века ставят в десятках театров, превращая в оперу, мюзикл, кино. Но это всегда настоящая драма. Что с тобой? Ран, ты? Ты безубъекта. В театре Вахтангова за Войцека взялся режиссер Хуга Эриксон, собрав блестящий состав молодых актеров и признанных мэтров. Я молчал, как рыба, и выполнял все. Я просто говорил, вот объясните, что мы играем, о чем мы играем, и мне все объясняли. Режиссер объясняет все быстро и четко. Для него перенос времени действия на сто лет вперед, в 1921 год, является принципиально важным ходом. Это из, скажем так, локальной, может быть, в чем-то мелодраматической истории о выборе женщин между слабым человеком не от мира сего и каким-то, на первый взгляд, цельным и мужественным превращается, скажем так, в идеологический выбор, который действительно совершила в те годы Германия. Но ни узнаваемая военная форма, ни время действия не меняют главного. Для актеров их герои не монстры, живые люди. Ну, это маленький человек, который сильно любил. Ну, немножко такая любовь нездоровая, но все равно светлый изначально человек. Все выжимано, уже все свершилось, и найти веточку к спасению не получается. Сложно найти веточку спасения, если человек загнан в угол. Войцик все еще там, в углу, и похоже на вечном. Ольга Стрельцова, Егор Миронов, Сергей Ким, Алексей Оленченко, ТВ-центр.